Театральный поединок В рамках проекта были разработаны заочные этапы конкурса, которые проходили зимой. Сюда входили заявка, онлайн-консультации, выполнение творческих заданий в видеопрезентациях и отбор. Весной, март, апрель, май это проходит образовательная программа, в рамках которой наши участники получают от ведущих актеров театров Московской области и Москвы тренинги, лайфхаки по актерской импровизации. И уже осенью, когда прокачали свои навыки по актерскому мастерству, по актерской импровизации, у них сейчас 7 октября у нас стартовал конкурсный этап проекта, где сейчас уже бьются между городами. Сегодня у нас битва Ермольна против Лобни. Максим Драчанин отметил, что у Адмитровского городского округа поступило много заявок на участие. Но в этап импровизационный батл прошли актеры из театральной студии «Жар-птица». Художественный руководитель Виктория Губарева. Когда мы увидели действительно сколько заявок, мы прям были потрясены, такие, ух, мы, кажется, не вывезем это. Но нет, нам даже, наверное, повезло, мы действительно усердно прям старались, работали, прорабатывали все моменты. Нам помогал вот наставники, такие как Дмитрий и наш преподаватель Виктория, они анализировали то, что мы говорим, они анализировали то, как мы делаем. Все это нам помогало собрать какую-то целую картинку, и сейчас мы, в принципе, имеем представление о том, что делать, как. И когда мы проходили, мы действительно очень старались, наверное, даже не больше пройти. Я даже помню тот день, мы когда это снимали, это всего заняло около двух часов. Но это было очень здорово, это было очень весело, и, наверное, благодаря нашей позитивности мы прошли. Но мы были очень рады, прям безумно. Импровизационный баттл состоял из пяти конкурсных раундов, и в большинстве своем все задания поступали из зрительного зала. Поддержать юных актеров приехали родные и близкие, которые с огромным удовольствием стали участниками этого интересного мероприятия. В каждом из этих раундов зрители дают задания, и участники должны их исполнять. В каждом задании есть разные препятствия, разные условия и так далее. И здесь и сейчас судейская коллегия принимает решение по пятибалной системе. Там есть определенные критерии оценок у наших судей. Но они, конечно же, вообще, в принципе, проект импровизационного баттла, игра, она берет в свою основу национальную традицию русского психологического театра, системы Станиславского. Поэтому все критерии оценок, это, конечно же, все наше актерское мастерство основы. Внимание, воображение, актерский ансамбль, образное мышление и так далее и тому подобное. И по этим критериям судяются, оцениваются наши участники. Импровизационный баттл состоял из вопросов предметного раунда, описания предметов жестикуляции и скульптурного раунда. Обе команды на протяжении всего баттла шли на равных, с успехом справляясь с каждым раундом. Но в результате с минимальным отрывом выиграла театральная студия «Плюс» из города Лобни. В любом случае, для всех участников это большой опыт, где они совершенствуют свое профессиональное мастерство и укрепляют творческие связи с коллективами из соседних муниципальных образований.